МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте начнем с детства. Каким вы были ребенком? Озорным, вдумчивым, спокойным? Какое у вас самое раннее воспоминание? Я была очень активным ребенком. Мое детство, оно все прошло в искусстве, так как мои родители, они деятели искусств. Мой отец – педагог по гитаре, отличник народного образования, предпедагог в Челанзарской детской школе искусств номер 6. Моя мама – педагог-хореограф. И все мое детство прошло у них на работе. Они меня брали с собой на работу, и я с восторгом смотрела, как они преподают детям. По возвращению домой я всегда повторяла то, что видела, что делали дети. Также я с восторгом смотрела на концерты, которые были для каких-то праздников. Чуть-чуть я, когда подросла, я уже сама начала вместе с детьми участвовать на разных праздниках, фестивалях и конкурсах. Это было для меня очень необычно, для меня это было очень интересно. И я не видела себя нигде, кроме искусства. Как появился балет в вашей жизни? Так как моя мама хореограф, с детства я занималась хореографией. Мне это очень нравилось, мне это было по душе. Я даже в детском садике участвовала на разных праздниках. Я всегда играла различные роли, танцевала разные танцы, от народных до балета. И вот после этого я поступила в хореографическое училище, где уже начала профессионально заниматься балетом. Что для вас самое сложное в процессе учебы? Самое сложное было это дисциплина, это собрать себя. Потому что балет – это каждодневный труд. Это вот нужно каждый день приходить в класс и заниматься. Это очень тяжело. Но когда ты уже очень долго к этому идешь, ты уже привыкаешь к этому. Так ты понимаешь, что нужно это тебе. Обязательно нужно поддерживать себя в форме. Иначе вот немного дашь себе слабину какого-то перерыва, все, уже все пропадет. Обязательно нужно каждый день приходить и добиваться каких-либо успехов. Так как это очень тяжело, балет – это так кажется зрителям, что это очень легкий труд. Но на самом деле за этим скрывается очень огромная работа. Что значит балет в вашей жизни? Балет – это прежде всего наивысшее искусство. Это очень красивое, изящное и грациозное искусство. Так как балет дан не всем. Обязательно нужно иметь какие-либо данные, стремление к этому, иметь очень хороший стержень, чтобы выдержать эти очень тяжелые нагрузки. Так как балет – это такое прям очень красивое искусство. Оно вдохновляет людей. Мы работаем специально для зрителя. Мы не показываем зрителю нашу боль. Допустим, температура у нас что-то болит. Мы обязательно должны танцевать так, чтобы зрителю очень понравилось. Какие качества нужны каждому балетмистеру? В балерине очень важна стойкость, очень важна грациозность, легкость. Особенно очень важно внимание. Если ты работаешь, допустим, в массе, это нужно очень сильно следить за линиями. Так как если ты работаешь сольно, ты отвечаешь только за себя. А если ты уже работаешь в массе, в кардобалете, то уже от тебя зависит очень многое. Так как если один сделает не то, уже будут страдать многие. Ваши самые любимые предметы? В школе моими любимыми предметами, конечно, были спецпредметы. Это народный танец, узбекский танец, классический танец, историко-бытовой, дуэтный. Это были самые любимые спецпредметы. Но также я очень увлекалась литературой. Так как со средней школы я как раз-таки начала увлекаться творчеством Зульфии, читать ее произведения, стихи. Вы стали лауреатом государственной премии имени Зульфии. Как вы к этому шли? Ну, там награждают, конечно, из 14 лет. С 14 до 30 девушек награждают, девушек, женщин. Это обязательно нужно быть мастером в своем деле. Нужно добиваться успехов. Будь либо это в спорте, в литературе, в науке, в искусстве, в культуре, либо в общественной деятельности. В любой сфере, если девушка развивается, добивается каких-то высоких успехов, и, конечно же, это замечают и награждают этой медалью. Почему вы хотели стать лауреатом государственной премии имени Зульфии? Эта награда, она для меня очень важна, так как это очень престижная награда. Для меня это была огромная честь, когда я увидела себя в списке лауреатов премии государственной Зульфии. Увидев это, я была в огромном восторге, так как это очень высокая награда именно для девушек. И она очень дает толчок вперед, потому что не нужно останавливаться на том, что есть, но нужно двигаться дальше. И эта награда будет помогать в этом. Что вы почувствовали, когда впервые встретились с главой государства? Было очень волнительно выходить. Сначала у меня даже тряслись руки. Но как я зашла на ступеньки, так волнение сразу пропало. И я увидела нашего многоуважаемого президента. Это было как в сказке, это было волшебно. Пожал мне руку, это так было волнительно, естественно. И очень, для меня это была огромная честь, стоять перед нашим президентом, нашей республики. Очень было приятно слушать слова его, то, что он очень благодарил моих родителей за то, что они такой вклад внесли в меня. Похвалил меня, естественно, это было очень приятно. Как вы узнали, что стали лауреатом государственной премии имени Зульфии? Получается, вышло постановление президента, листаю, листаю список. Я там самая-самая последняя, так как город Ташкент, последний идет в списке награждений. Листаю, 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 и там вижу свои имя, фамилии. Это было так волнительно, так было очень приятно. Кто был вашим первым учителем? Мои первые учителя, это, конечно, мои родители. Так как я ходила и в музыкальную школу, я закончила музыкальную школу по классу гитары. Я также ходила на хореографию всегда с мамой, всегда мы были вместе. Затем, конечно, поступила в училище, были различные педагоги, но сам мой любимый педагог – это Шангарива Жанна Михайловна. Она обладатель нагрудного знака Мадониатва Санят Федокорая. Она очень много вложила в меня, очень труда, бессонных ночей. Мы с ней всегда готовились к конкурсам. И для меня была огромная честь работать с ней. И мы до сих пор видимся, до сих пор очень рады за меня. Это было очень приятно с ней работать все эти годы. Мы готовились к разным конкурсам, фестивалям, концертам. Можете вспомнить какое-то свое движение с детства? В детстве меня мама брала с собой в музыкальную школу. И я видела, как девочки танцевали различные танцы – национальные, узбекские, классические. Я всегда приходила домой и старалась как-то повторять, что-то делать. Потом чуть-чуть подросла, и мама меня уже сама начала обучать этому. Какие ваши любимые классические партии? В каком образе вы получаете на сцене максимальное удовольствие? Мои любимые вариации, мои любимые, так скажем, балетные партии – это партия Спичи из «Дочь фараона». Также это вариации Флоры из балета «Пробуждение флоры». Также я очень любила вариации павильона Армиды, из «Лебединого озера» по Детруам. Также еще вариации Мидоры из «Корсара». Это были самые мои любимые вариации. Даже некоторые из них мне удалось исполнить на конкурсах, на концертах, на разных фестивалях. Это мне приносило огромное удовольствие. Но самая любимая вариация – это вариация Спичи из «Дочь фараона». Так как она мне ближе всего по душе, я ее очень люблю. Какие чувства вы испытываете, выходя на сцену? На сцене, как говорится, если у тебя нет волнения, то ты плохой танцор. Это естественно. Обязательно должно присутствовать какое-то волнение, адреналин. Так как если его нет, то ты уже как-то равнодушен к сцене, и тебе не будет интересно туда выходить. Естественно, ты стоишь перед сценой, и ты волнуешься. А выходишь, ты уже раскрываешься зрителю, тебе уже становится легко. И ты приносишь удовольствие не только себе, но и зрителю. Кто ваша самая благодарная публика, и какую роль она играет для вас? Самая любимая публика – это все. Любая публика важна, какая бы она ни была. Но всегда принимали хорошо, всегда были аплодисменты. Я их даже иногда не слышу. Вот когда, допустим, пересматриваю видео, уже слышу, что там такие были бурные аплодисменты. Когда я, допустим, танцую, после этого делаю поклон, я их даже не слышу. Вот так почему-то. Но когда пересматриваю видео, допустим, и слышу бурные аплодисменты, мне так становится на душе приятно. В каких случаях вы используете импровизацию? Ну, импровизацию мы используем в основном в современном танце, так как балет – это все-таки классический танец. Там импровизация не приветствуется, так как это все-таки уже есть какие-то законы, основы этого танца. Естественно, должно все быть очень четко, отработано, иначе это уже будет ни классический танец, ни балет. А вот в современном танце мы, конечно, практикуем импровизацию, что-то ищем, какие-то движения, какие-то новые движения. Как-то так. Бывало ли, что на сцене вы забывали движения? Какие это элементы? Такого у меня, конечно, еще не было, и, надеюсь, не будет. Потому что, как говорится, прежде чем выйти на сцену, нужно очень много работать над собой, именно знать порядок, знать движение. И обязательно знать не только порядок, нужно знать духовное, как бы душу передать зрителю, чтобы он хотел приходить на представление, передать именно все свои чувства. Это очень обязательно, ведь именно искусство, оно в этом и есть, чтобы зритель получал удовольствие. Ваши выступления видят многие молодые люди. Среди них есть и те, кто всерьез увлекается танцами. Скажите, почему они должны связать свою жизнь с этим искусством? Ну, сейчас очень много, кто увлекается танцами различными, ходят в кружки. Это очень хорошо, так как это развивает искусство. Вот у нас, в нашей стране, становится все больше и больше профессиональных танцоров. Развивается наша культура, искусство, так как это очень важно. Ведь человек не сможет жить без искусства, ему будет неинтересно. И очень многие сейчас приходят в училище, поступают, обучаются. Что должна знать каждая балерина? Ну, у балерины, конечно, должна быть хорошая память. Это, во-первых, так как учатся очень огромные спектакли, целыми актами. Обязательно нужна хорошая память. Особенно мышечная память, как у нас говорится. Так как мы отрабатываем с самого детства и до старости, мы каждый день отрабатываем движения. И мы уже нарабатываем мышечную память. И вот благодаря этому уже движения идут на автомате, как говорится. Также балерина должна быть очень дисциплинирована. Она должна каждый день, как говорится, заставлять себя идти к станку и делать движения. И отрабатывать комбинации. И еще, конечно же, нежность, легкость и гаграциозность. Куда же без этого? Что такое дисциплина? Дисциплина – это каждодневный труд над собой. Это, естественно, вырабатывается с самого детства. Каждый день у нас проводится классика. Это мы приходим к станку, делаем движения, делаем экзорсис на середине зала. Прыгаем, делаем пальцевый урок, надеваем пуанты. И это вот с самого первого спец. Вот с 11 лет девочки, девочки, мальчики поступают в училище. Каждый день проводится классика для того, чтобы дисциплинировать детей, чтобы они… И дальше все шло по нарастающей, не уходило все в пустоту, а шло только наверх. Какие знания помогают вам жить успешной жизнью? Очень главный навык – это все время идти вперед, двигаться к своей цели. Допустим, поставил цель, завоевал ее, идешь дальше. Опять завоевал ее и идешь дальше. Только по нарастающей, наверх. Иначе это в любой сфере так. Не только в балете, в любой. В любом искусстве, в любом направлении, в науке, в спорте. Если ты ставишь перед собой цель, то ты должен достичь ее, но не останавливаться на ней, а двигаться дальше. Какие цели вы ставите перед собой и как вы планируете их достичь? Ну вот, допустим, особенно вот это как бы закладывается в детстве. Ты видишь красивую балерину, как она танцует. И ты очень хочешь танцевать так же. Вот, допустим, повторить ту же роль, которую она исполняла. И вот ты загораешься этой идеей, и ты идешь и своим трудом добиваешься, чтобы станцевать ту же самую роль, что танцевала та самая балерина из детства. Можете назвать причину, по которой танцор выходит на сцену? Цель любого танцора, балерины, это, конечно же, прежде всего, это удовольствие для зрителя. Но, естественно, если ты не получаешь удовольствие сам, то этого не почувствует зритель. Если ты будешь как бы танцевать с таким, вот, когда тебя заставляют, это не идет от души, зритель это сразу почувствует. А если ты будешь танцевать или что-то исполнять именно с душой, когда это тебе нравится очень, то тогда зритель потянется к тебе. Скажите, какие неписанные законы танца вы усвоили за эти годы? Законы танца — это, естественно, никогда не подводить педагога, который работал с тобой все это время. Это самое, знаете, такое очень ответственное. Это когда с тобой очень долго работают, очень долго добиваются. Вот в репетиционном зале очень много ты проходишь эти танцы. И важно не подвести, прежде всего, людей, которые надеются на тебя, что ты все хорошо сделаешь. И, естественно, даже если зритель чего-то не увидел, то педагог это обязательно увидит. И он, естественно, будет делать замечание, но это замечание не чтобы там оскорбить или что-то, а чтобы сделать лучше. Это, естественно, каждый педагог учит именно детей тому, чего знает сам. И он вкладывает душу к своим детям, очень именно как бы относится к своим учащимся, даже как к своим детям, чтобы вложить в них все, что они знали сами. Как вам больше нравится выступать? В составе группы или соло? Ну, мне нравится, конечно, выступать и так, и так. Я выступала как и сольно, так и массово. Сольно ты отвечаешь только за себя. Ты выходишь, сцена пустая. И ты сосредотачиваешься именно на своем танце, на своей вариации, партии своей. И ты как бы настроен, чтобы показать себя. Когда ты выступаешь массово и уливкарда балете, то тут уже немного другие правила, так как ты должен следить за линиями, ты должен следить за рисунком. Ты обязательно должен следить, чтобы все шло синхронно. Это очень тяжело, так как это не всегда получается с первого раза. И поэтому все время отрабатывают. Это в репетиционном зале очень много. Так как кардабалет — это очень важен. Это очень важная составляющая спектакля, так как если не будет кардабалета, не будет солистов. Так как не будет солистов и не будет кардабалета. Это взаимосвязано. Разве у вас нет желания выйти на сцену в качестве солиста? Сольно я уже выходила на различных конкурсах, в концертах, проводимые в нашем училище, в академии. Также выступала на фестивалях. И, естественно, я люблю и такие танцы, и такие танцы. И дуэты, и трио, соло, кардабалет, масса. Любые. Я все станцую. С какими трудностями вам пришлось столкнуться в этой профессии? Ну, с трудностями — это, конечно, поддерживать себя в форме. Это как бы добиваться большей, как у нас говорят, выворотности стоп, хорошей растяжки, шага, красивых рук, красивых стоп. Это, естественно, очень трудно, и ты добиваешься этого сам, так как за тебя это никто не сделает. Если ты сам за себя не возьмешься, никому это не надо будет. И поэтому это именно очень тяжело. Самодисциплина. Как бы ты должен заставить себя сам пойти и вот работать над собой. И это вот, скорее всего, это самое тяжелое. Это вот самая такая трудность, которая сталкивается, скорее всего, даже во всех сферах. Вы красиво читаете стихи на узбекском языке. Можете прочитать отрывок? Мое самое любимое стихотворение Зульфии, это называется «Менуткян умргя». Я вам сейчас его прочитаю. «Менуткян умргя» Этот стих я еще как бы узнала про него. Это вот я листала книги Зульфии. И вот я наткнулась на этот стих, и он мне очень понравился своей именно искренностью и открытостью. И вот это мое самое любимое стихотворение нашей поэтессы Зульфии. Что самое страшное для танцора? Ну, самое страшное для танцора, это, конечно, на сцене забыть порядок. Это вот, наверное, самое страшное. Естественно, какие-то неполадки с костюмом. Допустим, может развисаться тесенка, упасть какое-то украшение, головной бор или какая-то деталь от костюма. Это, конечно, тоже очень страшно. И это обязательно проверяется перед спектаклем или перед каким-то выступлением. Но, конечно, не без этого. Иногда это и случается даже у многих. И, естественно, это такой страх. Ну, по крайней мере, мой страх номер один – это если что-то развяжется или упадет с костюма. Как вы считаете, насколько важно сегодня читать книги? Книги читать очень важно, особенно именно по своей сфере. Допустим, по экономике очень надо много читать книг по экономике. Если по какой-то науке, естественно, надо читать книги по естественной науке. Читать книги балерине очень нужно, так как это развивает память. И особенно нужно знать содержание балетных либретто. Либретто – это содержание спектакля. Допустим, если ты танцуешь спектакль, и ты знаешь содержание либретто, вот знаешь содержание этого спектакля, ты уже танцуешь совсем по-другому. Так как ты уже знаешь, про что эта история идет, и ты уже ее переживаешь на себе. И поэтому нужно обязательно читать либретто, читать какие-то вот про балетмейстеров, про балерин, читать их жизненный путь, так как это очень помогает в будущем. Можете ли вы поделиться с нами лучшими советами, которые вы получили от своих наставников? Лучший совет – это всегда прислушиваться к себе. Нужно именно делать то, что хочет твое сердце. Если ты будешь делать что-то против своей воли, это будет нехорошо, так как это будет не от души идти, и это будут чувствовать все. Если, допустим, тебя заставили что-то, и ты будешь это уже идти как на каторгу какую-то. А если ты это делаешь с легкостью, ты это всегда будешь добиваться успехов. Какой поворотный момент в вашей жизни помог вам раскрыть себя? Поворотный момент в моей жизни – это, конечно, поступление в республиканскую хореографическую специализированную школу-интернат. Это, наверное, такой самый интересный период жизни, так как все началось совсем по-другому. Если учащийся в обычной общеобразовательной школе, у тебя там предметы, русский, литература, математика и все такое, а здесь уже добавляются спецпредметы. Это уже намного интереснее и, конечно, намного сложнее. И именно из-за этого, я считаю, этот поворот в своей жизни такой самый значимый. Какую часть велосипеда вы ассоциируете с собой? Скорее всего, руль. Не знаю, потому что он ведет. Это как бы, ну, я считаю, это главная составляющая велосипеда, так как именно рулем ты можешь управлять. Ты можешь поворачивать направо, налево, прямо. И это, ну, очень важно, так как ты можешь рулить своей жизнью, как говорится. Чего не хватает современной молодежи? Будет хватать все, если они сами этого захотят. Это естественно. Если, допустим, кто-то ленится, не хочет что-то делать. Допустим, хорошо учиться в школе – это, скорее всего, обязанность даже каждого ребенка. Если ребенок не будет хорошо учиться, ну, то вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Если ребенок будет очень способный, то, естественно, это увидят, это оценят. И это будет толчком идти дальше. Что вы делаете для личного развития? Для личного развития я также играю на гитаре. Я очень это люблю делать. Я даже профессионально закончила музыкальную школу по классу гитары. У своего отца, Трошкова Дмитрия Владимировича, педагога, отличника народного образования Республики Узбекистан. Преподает он в музыкальной школе номер 6 Челандзарского района. И вот, несмотря на то, что я каждый раз ходила в музыкальную школу, занятия меня ждали также и дома. Так как они не прекращались никогда, до сих пор. Я до сих пор играю. Также я очень люблю играть на фортепиано. Играю я тоже с детства, так как начала играть на гитаре. Параллельно в музыкальной школе проводятся и занятия по фоно и сальфеджио. Также вот играю на фортепиано. Также сейчас в институт нашей академии есть такой предмет изучения музыкальных инструментов фортепиано. Также вот мы изучаем разные мелодии, играем их. И, естественно, я в свободное время люблю рисовать. У вас есть кумир? Мои кумиры – это, конечно же, мои педагоги, мои родители, это прежде всего. Но также я очень люблю следить за зарубежным балетом. Это вот такие выдающиеся балерины, как Диана Вишнева, Анна Тихомирова, Мария Хорева. Они очень великолепны в своей профессии. Также очень люблю творчество даже наших балерин. У нас была выдающаяся балерина Бернарка Рива. Она была солисткой нашего театра Алишера Наваи. Также еще была очень выдающаяся балерина узбекская – это Галия Измайлова. Самая моя большая цель – это, наверное, все-таки стать балетмейстером. Так как мне это очень нравится, я люблю смотреть на разные постановки, и я хочу сама ставить разные спектакли, разные постановки, класс-концерт. Вот моя мечта – это, наверное, поставить свой класс-концерт. Как-то так. Что вам нужно, чтобы чувствовать себя ценным? Чувствовать себя ценным, ну, наверное, это признание публики. Это, конечно, особенно для деятелей искусств. Это когда тебя любит публика, и ты, конечно, тянешься к ней. И ты не останавливаешься, и идешь дальше и дальше, чтобы зрители тебя любили. Ты оттачиваешь свое мастерство, и выходишь, и показываешь его, и получаешь аплодисменты. Это, наверное, самое приятное, что есть для артиста. Что делает вас уникальным? Ну, наверное, меня делает особенным. Это моя целеустремленность. Наверное, так. Потому что, если я ставлю цель, то я обязательно добиваюсь ее. Так как без цели жизнь неинтересна. Обязательно нужно ставить себе какой-то рубеж, достигать его и двигаться дальше. Тот рубеж преодолеть, двигаться дальше. И так все разом за разом, и все собирается какая-то общая картина. Какие исторические личности наиболее вам интересны? И почему? Наверное, самая вот такая интересная историческая личность для меня – это Агриппина Яковлевна Ваганова. Это педагог, который, наверное, вдохновляет многих. Она писала книгу «Основа классического танца». Она ее написала в 1934 году. Ее также переиздавали много раз. И это именно показывает то, что написано в этой книге. Люди читают. Они читают за рубежом. Она переведена на много различных языков. Это, наверное, такой вот… Педагог был очень сильный. С каким деревом вы себя ассоциируете? Когда в детстве вот проходили… Вот у меня школа была, и там как бы надо было пройти через такой маленький сад. И там росла такая маленькая плачущая ива. И мне всегда так нравилось на нее смотреть, и поэтому я ее ассоциирую с собой так. Ну вот это дерево, наверное, ближе всего для меня. Есть ли книга, которая изменила вашу жизнь? Наверное, это… Я вот недавно прочитала. Это вот как бы книга там «Старуха и Зервиль». Но мне именно понравилась третья ее часть. Это легенда о Данко. Это вот очень такая интересная легенда. Это рассказывается там о том, как племя жила вот в степи, но с трех сторон окружал такой густой лес. Более сильное племя, оно выгнало его вглубь леса. А там росли очень такие многовековые деревья, что даже не было видно солнца. И люди там погибали, умирали, но… И у них как бы не было выхода. Они либо могли погибнуть там, либо же прийти рабами к более сильному племени. Но они этого не хотели. И там вызвался один юноша, его звали Данко, один молодой юноша. И вот он сказал, я вас поведу, я смогу вас вывести. И вот они пошли, получается, вглубь леса. Он вел их, вел, но очень много людей погибали. И они как бы обозлились на него. Они даже хотели его убить. Но вот Данко, он был очень такой уверен, ну, уверен в себе. И у него даже как бы пылало сердце, чтобы помочь своему племени. И он вырвал свое сердце. И его сердце настолько сильно светилось, что оно освещало весь путь. И вот он повел людей, и он вывел их в степь. И там было и солнце, и вода. Там все было как для обычной жизни. И вот, получается, он погибает с улыбкой на лице, зная, что он помог своему народу. Что бы вы сказали 15-летней Елизавете? 15-летней себе бы я сказала, продолжай делать то, что ты делаешь. Ты идешь на правильном пути. Не останавливайся. И, конечно, вот именно вот в 15-летнем возрасте я и начала углубленно изучать узбекский язык. И вот он мне очень в жизни помог и до сих пор помогает. Так как это наш государственный язык, и это, естественно, обязанность каждого гражданина знать язык своего народа, своего государства. Ну, я считаю, что это обязанность все-таки хоть как-то понимать, разговаривать немного, но понимать это основное.